Людмила Сулим в кои-то веки может вздохнуть полной грудью. Ещё месяц назад, в двух километрах от её дома, была стихийная свалка. Мусорная куча расползалась изо дня в день, агрогородок Горбацевичи насквозь пропитался смрадом. Женщина забила в колокола. Свалки начались, ой, чтобы вам не соврать, ещё бог знает в каких времён. Кто-то, может быть, сносил дома сюда, что-то где-то, кто-то какой-то мусор убирал, всё сюда. И тракторами, и машинами, со всех сторон. На место экологической катастрофы приехали инспекторы. Перед ними предстала ужасающая картина. Использованные шины, бытовой мусор, чего только не было. Отсюда вывезли 12 кубов мусора. Под ногами всё ещё валяются бутылки, пакеты, пружины от матраса. Чуть дальше оконная рама. Этот хлам вывезут в течение недели. С начала года специалисты природоохраны только в Бобруйском районе расчистили 42 несанкционированные свалки. Данный объект на контроле, периодически приезжать, смотреть, стараться выявлять этих нарушителей, которые непосредственно размещают мусор. В случае выявления привлекать к ответственности. Ну, а если свалка вырастет, скажем так, и никто пойман не будет, ни нами, ни местными исполнительными органами, тогда, опять же, землепользователю будет дана рекомендация убрать эту территорию. Штраф за утилизацию отходов в неположенном месте влетит нарушителю в копеечку. Сумма может достигать 27,5 тысяч рублей, пока мусор с ближайших деревень вывозят на мини-полигон глуши. В районе три отведенных для этого территории, но в следующем году останется одна. Хлам будут сортировать в Бабино. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.